Между тем, владельцы ломбардов тоже просят помощи у государства. Они предлагают отнести этот вид предпринимательства к финансово уязвимым. Ломбарды даже готовы участвовать в государственных программах льготного кредитования, что, собственно, и поможет остаться на плаву. Жалобы ростовщиков в материале Амины Абдрахмановой. Пока эксперты подсчитывают потери бизнеса из-за пандемии, о своих убытках уже заявили и владельцы ломбардов, и даже запросили помощи у государства. По их мнению, еще большее давление на бизнес оказывают новые требования к ломбардам. Сейчас, опять-таки, планируется ограничение при выдаче кредитов для граждан. То есть, если у него есть отрицательная кредитная история, опять-таки скажу, если у него имеется просрочка в других финансовых институтах, то ломбарды не должны отказать. Но тогда вопрос задается, куда они должны завтра пойти с этим золотом? Куда завтра они должны? Вот золото банки не принимают, например, да, или там, допустим, бытовую технику. Все это, по словам бизнесменов, легло тяжелым временем на их плечи. Предприниматели попросту не готовы пройти регистрацию, изменить торговые площади и увеличить свой уставной капитал до 1 июля этого года. И по подсчетам бизнесменов, это приведет к закрытию 90% ломбардов, в том числе тех, кто предоставляет ипотечные услуги. В результате без работы могут остаться примерно 30 тысяч казахстанцев. На сегодняшний день у нас те лица, которые прошли учетную регистрацию и находятся под регуляторным воздействием, они предоставляют определенную отчетность. То есть как получилось? Получается, что ввели одни нормы, ужесточающие требования, но не дожидаясь того, что они начали, они действенны или не действенны, то есть результата как такового еще нет. И уже говорят, что заранее эти нормы, эти действия, которые они предпринимают, они недостаточны для урегулирования рынка. Предприниматели считают, что правила регулирования деятельности ломбардов необходимо пересмотреть. В частности, перед тем, как установить размер собственного капитала, регулятор должен провести анализ рынка. Отметим, что до введения карантинных мер в Казахстане функционировало больше 2000 ломбардов. Продолжение следует...